Наверняка порадовали бы ценители антиквариатов вот эти старинные вещички. Подстаканник, правда, на первый взгляд мало отличается от современных, но этот был сделан в 30-х годах 20-го века и сейчас стоит 70 тысяч рублей. Недешево обойдутся и коробочки для чая, ведь у каждой своя история. Например, это из Англии середины прошлого века. Такие или подобные экспонаты можно найти во многих музеях Иркутска и пригорода. Ведь в свое время через столицу Восточной Сибири проходил Великий Чайный Путь. Теперь появился шанс на возрождение знаменитого торгового маршрута, соединявшего различные земли и цивилизации несколько веков назад. Сейчас же Иркутская область стала одним из учредителей туристского бренда «Великий Чайный Путь». Меморандумы его создания подписали Россия, Китай и Монголия. Длина маршрута – несколько тысяч километров. Основная задача нового бренда – увеличить турпоток. Конкретные сроки реализации проекта пока не названы. Сейчас через Иркутск проходит железнодорожный маршрут Великого Чайного Пути. В него входят музей чая, Кругобайкальская железная дорога и многое другое.